Погода радует Я поднимаюсь все выше и выше До вершины осталось метров 200 Я тут подумал Это видео надо будет назвать В кроссовках в заснеженных горах Тиньшане Ну что поделать Не могу я с собой еще горные ботинки таскать Они кстати довольно неплохо справляются Потому что Когда я выхожу на камни Они очень быстро сохнут Так что рекомендовать не буду Но и Исключать Тоже Если обстоятельства так сложились То даже дышащие кроссовки Хорошего качества Могут справиться С таким подъемом По снегу Ну все Я у самой вершины Последние метров 5 Интересно будет ли тут 4000 высота Ну это одна из самых высоких точек В округе Сейчас мы узнаем Какой предстоит спуск Волнительно Волнительно Вау А спуск Будет Не очень Хороший Так Это вот самая высокая точка Здесь У той реки Проходит тропа Я ее вижу отсюда Она переваливает И за этими горами Уже находится Дорога По которой я смогу выбраться Как Булаку и Караколу Ну а теперь осталось только на дне место Где я смогу спуститься вниз Вау Думаю если пройти Вдоль этого хребта Там получится Спуститься Это будет интересно Я никуда не спешу Так что На реке виднеются 4000 Может даже 5000 А точно Это 4800 Помню А за ним 5000 Каракол На камеру это не видно будет Ну попробую На телефон Снять Ну ладно Сейчас передохну И начну Пытаться спускаться Если же вы решили Спускаться в довольно Крутом месте Как я То вы должны помнить Что ноги нужно ставить Параллельно спуску Не перпендикулярно Потому что если вы поставите Ноги перпендикулярно И будете идти как По лестнице То в случае Если вы споткнетесь Вы очень легко Подвернете ногу Если вы подвернете Ногу в горах То мне вас жаль Если посмотреть направо То видно Что там есть Такой более пологий спуск Но по маленьким Маленьким камушкам Не знаю кто как Но я предпочту Более крупные Я считаю их Более безопасными И предсказуемыми Потому что если Я покачусь На маленьких То мне уже Не остановиться Здесь же можно Соскочить Я преодолел Осталось еще Километра полтора Вся хитрость То в случае Опасности Проблем не возникнет А вот если Поехавший камень Стал для тебя Неожиданностью То может Случиться беда Я стараюсь идти По большим камням Потому что Они менее подвижны Но и с ними Нужно быть аккуратным Потому что если Вдруг Едет большой камень Он может зажать ногу Вот видите Но если ты знаешь Куда наступать В следующий момент То как правило Проблем быть не должно Естественно Лучше за мной не повторять Потому что Я так делаю часто Без опыта Это может кончиться Плачевно Ну так еще часа Наверное Полтора-два И я внизу Многие сильно Недооценивают Опасность Маленьких камешков И думают Что спускаться По ним легче Давайте попробую Показать Что может случиться Это Не знаю Это мы Мини-версия Теперь представим Что мы подскользнулись И камни не могут Остановиться дальше Вау Вот это финал Я боюсь Что камера Не смогла Это заснять Но кончилось Все Где-то метров Через сто Он разлетелся В щепки Ударившиеся С кровью Не спускайтесь По сыпучим камушкам Не надо Лучше Постепенно По более крупным Шаг за шагом Никуда не спеша Жизнь длинная Успеем Если что Всегда можно разбить лагерь И переждать Ночь Вот видите Спустился пониже Здесь уже Появился Первый ручеек С водой В самый раз До спуска Хватит Смотрите как Капли воды Под слоем Льда Стекаются Ниже и ниже Вот здесь Особенно Классно Тут ко мне местный хищник Пришел В гости Он очень стеснительный Вы уж поймите его Ой, около двух часов спуска Еще Может около часа Я внизу Главное не спешить И все будет хорошо Вот почему так всегда Стоит не сказать Что остался час Я внизу Появляется Какой-то участок скал Обрывистый Я сейчас ползу Вдоль скалы Ну вот Что это такое Да Ладно Ничего Дальше Вот я уже почти У самого подножья Еще один небольшой водопадик Ладно Теперь Когда самый Трудный участок Пройден Попробую объяснить Почему Именно такой маршрут Зачем мне все это Ведь есть Простой путь Там можно было обогнуть Пройти по туристической тропе И все На самом деле Все очень просто В детстве Я очень мечтал Стать первым открывателем Моим кумиром был Синбад Америка Беспуччи И другие Поэтому изначально Я увлекся Археологией Еще в детском саду Я с моим другом Димой Я с моим другом Димой Изрыли все вокруг С лупой В поисках останков динозавров Вот прошло 20 лет С димой мы видимся редко Динозавров уже тоже не ищем Но жажда приключений И первое открытие осталось То есть да Здесь я ничего Нового не найду Но для меня важно Само понимание Что Я здесь один из первых Да Это немного Безумный спуск Тратить 4 часа времени На то Чтобы Спуститься с горы Еще два На то Чтобы Подняться на нее Это такое себе Зато это то Что запоминается Для меня ходить Только по туристическим тропам Смерти подобно Поэтому Нужно иногда Как-то разнообразить Все вот это Типа вот таких прогулок Без троп Людей Без цивилизации Вот Также моей детской мечтой было Кругосветное путешествие Но тогда я считал Что На это способны только Только Ну единицы Все кроме меня Но время Прошло Идет Я набираю Время шло Я набирался опыта Сначала Объездил Сибирь автостопом Потом Россию В том году Побывал В Грузии Армении И понял И понял Что Мир-то Открыт Нужно только приложить Очень много усилий Очень много упорства Как здесь Да И тогда Ты все сможешь Вот Поэтому я здесь Сейчас идет 14-й или 15-й день Моего Кругосветного путешествия Я в Киргизии Гуляю по горам Синьшане Стараюсь Не свернуть себе ноги Потому что Впереди еще Много-много-много Приключений Месяцев Путешествия Много знакомств И так далее Как-то так Попробую Я думаю Что я смогу Это сделать Вот я почти Спустился У меня ушло Около Трех тысяч Ой У меня ушло Около Трех часов На то Чтобы спуститься Вон оттуда С трех тысяч Восьмиста Срока Четырех Метров Теперь мне предстоит Спуститься вниз Передохнуть И отправиться Переходить Еще один Перемал Вон там За ним уже Меня ждет дорога Более теплые места Но и по этим Я буду очень скучать Но не по этому Спуску Конечно Ладно Все бы ничего Похоже Похоже У меня будут проблемы С пересечением Этой речушки Я думал Я думал Она как все Сантиметров По 20 Клиной А она Лучше Метра Окей Буду искать Место Не переплывать Не переплывать Вон там Вдалеке Вроде как Есть камни Так что Я думаю Смогу ее Перейти Не искупавшись Как обычно Как обычно Вдалеку Мог подумать Что я Оттуда спустился Где-то там Мне в пору Давать Премию Дарвина Нашел место Для переправы Ноги все равно После Этой вот Сей каши Так что Поехали Заодно Ножки ополосну А то После такого Спуска Они Изрядно Умотались Какие себе Ощущения Знаете ли Знаете Если Постоять здесь меня ждет тоже придется обойти штаны сваливаются что такое что это за если никаких приключений не приключится то осталось всего лишь один километр в гору и около трех километров спуска до дороги если не удастся то еще 15 километров до гулака такие дела осталось 100 метров до вершины перевала надеюсь что спуск будет легче чем там сейчас мы это увидим что меня ждет ближайшие три километра погода радует тучки ходят но пока еще не трогают да наверное сидя дома несмотря мое видео покажется что я очень медленно иду знаете это так потому что сил чтобы идти быстро уже нет кто бы мог подумать что это сегодня спущусь оттуда и начну лезть сюда давайте еще метров 50 мы сделаем это ладно еще маленько ну а вы пока можете написать в комментариях хотели бы вы так же хотя ответ предсказуем конечно же хотели бы еще маленько еще маленько не будем ой чуть не не уляпался ветер так щас шапочка интересно что же нас там ждет неужели снег я кстати посмотрел на карте вот эта вот вершина очень большая называется таштамбек баши то ли 4600 то ли 4800 метров впечатляет да ко мне спускаться куда здесь спуск будет пологим да кажется пологий ладно где-то там внизу километрах в трех проходит дорога пойду туда по маленьку ну вот я уже вижу дорогу идти до нее конечно еще одно приключение но все же даже видел пару машин рядом протекает река турген аксу если машин не будет можно заночевать там тропинка здесь конечно явно проложена скотом потому что такой обрыв я иду по краешку знаю может через часик доберусь до дороги или нет вот я и спустился вон оттуда даже как-то отвык от деревьев они здесь везде здорово довольно ровные полянки по которым легко идти никаких сыпучих камней это так приятно так что цените асфальт в ваших городах но не забывайте выбираться за их пределы да тут очень красиво просто везде горы ну ладно посмотрим есть ли на этой дороге еще машины если что здесь за ночую думаю на этом мои приключения на сегодня окончены посмотрим что из этого выйдет пишите ваши пожелания комментарии будем учиться стараться может быть у меня получится монтировать с телефона а там прийтишь как пойдет осталось дождаться машину я у дороги красота до скорых встреч до скорых встреч отiu вот и о Продолжение следует...